3 февраля Последние 25 лет отец Василий служил настоятелем храма преподобного Серафима Саровского на Серафимовском кладбище Санкт-Петербурга. Здесь, за алтарем родной церкви, батюшка нашел свой последний земной приют. К нему в храм за советом и помощью приезжали люди из разных уголков России и зарубежья. Сегодня тоже едут, но уже на его могилу. Минуло более 10 лет, но не иссякает людской поток. Однажды мы ехали на машине здесь, в Витере, возле какого-то канала, и машина сломалась. Мы остановились, с батюшкой подошли к парапету. Меня переполняли чувства. Я ему сказал, батюшка, вы меня изменили, заново родили. И я не могу найти слов, чтобы сказать, как я вас люблю и как я вам благодарен. Что-то вот в этом духе. Я думал только об одном. Чтобы мне не разрыдаться. И когда я увидел у батюшки тоже увлажненные глаза, я понял, что он приложил труд. Поэтому мне очень трудно об этом говорить. Это тайна, которая происходила в душе моей, и она не подлежит как бы анализу. Это просто чудо. Не зря отец Иоанн Кристианкин несколько раз повторил. Он у какой духовный. Он знал, что такое духовный. Не так, как мы. Интеллигенция понимает это. Свечку поставил духовный. Помолился раз-два. Духовный. Это человек, который носит в себе Духа Святого. И Дух Святой говорит в этом человеке. Он видел душу. Он знал, что ей нужно. Понимаете? Это был такой хирург. И, конечно же, любви необыкновенной. Я знаю, что я стал другим. Я счастлив. И так Богу благодарен за это. Это великий дар Божий. Что выбрал меня Господь из миллионов людей и подарил мне моего дорогого Отца. Век очень сложный. Век очень напряженный. Когда требуется от каждого русского человека, православного, полной отдачи своих сил на то, чтобы Россия возродилась, чтобы наша Святая Русь заняла достойное место среди всех государств мирового масштаба. А православие требуется подвига. Этим подвигом и живет наша Россия. Этим подвигом все мы и живем на сегодня. Этот подвиг необходим для возрождения, много раз уже об этом говоря, нашей великой Россией. Только молитва, только вера, любую православию мы поднимем нашу многострадальную Мать Родину, Россию. Присно памятному ротерею Василию и сотвориму вечную память. Общение с ним давало мне удивительное ощущение существования какого-то мира, вот этого знаменитого мира старчества, духовничества, в который можно погрузиться, в который можно отдохнуть душой и напитаться мудростью. И побыв с ним, начинаешь испытывать вот этот полет духа и начинаешь рваться в горний мир. Ну вот еще здесь на земле. Я воспринимал это как некую замену моему ушедшему тому времени отцу, которого звали тоже Василий, капитану первого ранга, подводнику, участнику войны. И я оскорбел, отосковал. Отец Василий оказался для меня вот в определенном смысле вот этой заменой, которая меня очень утешила. Стоило мне зайти в алтарь, он сразу начинал песню, такую лихую песню какую-то мурманских рыбаков, наверное, не знаю откуда там, или моряков севера, что кореша приходят с рейса, мы гуляем до утра. Я, значит, так вот он любил меня встречать такой песней. Вот. Но это было очень умилительно и трогательно. И понятно, что это такое достаточно индивидуальное отношение, неформальное. Я это очень ценил. Вот и все, с этого начинать надо. Она получила все, я знаю, я отвечаю, что получила то, что надо получить. Ну, тебе надо. А не знаю. Узнав о этой трагедии с Курском, он почувствовал, что Володя был на борту. В этом горе можно было утонуть и самой, потому что это горе. У него не было слова «я», у него было слово «мы». То есть мы вместе, мы с тобой, мы вдвоем. И от того, что человек не один, у него появляется сила дальше жить, знаете, радоваться даже. Я помню, я стояла в Панамарке, а батюшка говорит мне, Катя, всплываем. То есть, знаете, как погодную лодку утонуло, да, он говорит, Катя, а мы всплываем. И вот этими словами, такими небольшими замечаниями, понимаете, я очень не совсем все хорошо помню, конечно, потому что таргедия, она тогда переполняла все мое сердце. Но вот благодаря тому, что я была не одна, и я уже не говорю о молитве, безусловно, потому что мы все об этом понимаем и все это прекрасно знаем. А вот такому необыкновенному, знаете, доброму участию, необыкновенной любви, и, вы знаете, такому удивительному сопереживанию и вниманию постоянному. И вот, понимаете, внимание и любовь лечат. Батюшка говорит, всегда говорю, что лечит человек сердцем, надо лечить людей сердцем. Он говорит, я, говорит, учу вас жить. То есть удивительно совершенно. Вот тогда они обращали внимания, я, например. А вот уже прошло много лет, конечно, когда все это вспоминаешь и понимаешь, какой необыкновенный священник. И вдруг мне сказали, что я замечательный батюшка, который все видит, все знает, и на все вопросы может ответить. Ну и, конечно же, я загорелся и думаю, ну как же к нему пойти? Вопросы я подготовил. Он улыбнулся, пригласил меня в трапезную, служба закончилась. А отец Василий говорил обо всем, о кино, о музыке. Он говорит, 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 как ему нравится работа моя. И вдруг говорит, не пейте. И дальше, и дальше мы продолжали эту трапезу. Все время закончилось, пора уходить. Мы попрощались, я пошел. И думаю, вот так я ничего и не спросил. Но когда я шел от этого храма, я вдруг понял, что отец Василий так аккуратно, не акцентируя, мне сказал самое главное. Не пейте. Это значит, чрезмерно не упивайтесь. И вообще, не делайте чего-то чрезмерного. Потому что в этой чрезмерности и все наши беды. Вот так началась и так закончилась. К сожалению, моя единственная встреча с этим замечательным батюшком. Я очень много о нем слышал и до сих пор слышу, как рассказывают мои друзья, как они приходили и как тоже не знали, как ему сказать. Но он находил ответы даже на типо дает вопрос, который у нас у каждого есть. А эти встречи, все равно они вот здесь. Они никуда не исчезают. Потому что я помню, я всегда вспоминаю, я всегда оставляю записочку о покоении отца Василия. Покое и тишины, блаженное памяти Его, Господу помолится. Он всем нам показывал тут беззаветное служение пастыря Церкви Христовой. Ведь мы много слышали тех наставлений и проповедей, слышали, читали и исповедовались у Него. Поэтому мы с вами должны обязательно какую-то частичку того услышанного и увиденного и прочитанного воплотить в своей жизни христианской. Чтобы память о Нем сохранялась у нас не только в наших сердцах и в наших душах, но чтобы вот эта память воплощалась в нашей христианской жизни. Тогда это будет действительно то, что мы любим и помним нашего батюшку. Мы просим нашего Господа и Спасителя, которого так беззаветно любил, молился и служил наш здоровый батюшка, просим, чтобы он простил ему все его человеческие недостатки. И, конечно, чтобы и он услышал и нашу, может быть, не всегда достойную, не всегда, может быть, слабую молитву по сравнению с его молитвой, чтобы и он услышал нашу молитву. И эту молитву вознес бы нашему Господу и Спасителю. Аминь. Избави наш, заступница усердная, от всяких бед и напастей, скорбей и болезней, и от всякого зла, и из подобия нас, работая и хадисную стати, во втором пришествии, Сына Твоего, Христа Бога нашего, и наследники бытия Царствия Небесного, жизни вечной, со всеми святыми бесконечными веками. Единство русского народа. Я об этом думал в течение всей своей сознательной жизни, как встал на путь священства, как объединить разные взгляды на жизнь русских людей. И я говорю устами не моими, а устами нашего русского писателя Некрасова Николая Алексеевича. Он в своем произведении «Медверь для охоты» там есть прекрасные слова, написанные больше сотни лет назад. «Не пропадет народ, невидимыми путями Бог ведет тебя, многострадальная Россия». Батюшка Василий привел к Богу стольких людей. Учил любить Россию, быть верным до конца своей вере, служить Богу, Церкви и людям. И не погаснет в сердцах его многочисленных чад светлая память о нем. И верим, что молится он за нас и родное Отечество пред престолом Всевышнего. Субтитры создавал DimaTorzok